Кому-то очень хочется, чтобы я очень хотелось ни одного шага не сделал по территории нашей страны, вернувшись как свободный человек. Причина этого всего – независтский страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу. Я выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам. Потом я еще сильнее его обидел тем, что выжил. Я не спрятался. Живят ли это под охраной или в бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался или спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. Вот это сводит с ума такого маленького вороватного человечка в его бункере. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственный метод его борьбы. Пытаться убить людей. И сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого какого-то такого мирового лидера, его обида главная в отношении менятики заключается в том, что в историю войны именно как отравитель. Вы знаете, вы его, Александр освободился. Я не раздал в уровне. И будет у нас Владимир, отравитель трусов. Главное, для чего это происходит? Чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает. Одного зажарим, чтобы успевать в миллион. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Вот это все Ронгвардия, это Глеб, это же демонстрация слабости. Просто слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. Я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас, с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазанное химическое мороженое, наверное, за мою жизнь никто не даст это рекомендики, но тем не менее, даже сейчас, даже со своему месту, я говорю, что я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон о неряжении в мундирах и морях восторжествовали. И мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к нам, участия в выборах и участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем. И я хочу сказать, что если есть в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь, это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол, и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили отменять нашу Родину в свои дворцы, виноградники и аквадискотери.